Астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года. Эта неделя у нас волшебная, потому что она начнется, во-первых, со дня всех влюбленных и с уникального аспекта между Венерой и Марсом. Сейчас про него расскажу. В середине недели нас с вами ждет полнолуние в среду, а в конце недели уже в пятницу у нас Солнце перейдет в знак Рыб, где будет до 20 марта. Туда добавится потом Юпитер, а в воскресенье у нас зеркальная дата, 20 февраля 2022 года. Ну, в общем, что ни день, то события. Итак, что нам нужно делать на этой неделе? Ну, во-первых, как я уже рассказывала вам в прогнозе, когда я рассказывала про февраль месяц, без планеты, которые отвечают за наши чувства, за эмоции, за интимную часть наших отношений, Марс и Венера соединяются. Они соединяются в знаке Козерог. И этот момент, когда те планеты, которые отвечают за то, что нам нравится, за нашего партнера, за то, насколько нас воспринимают как женщину или как мужчину, соответственно, то от этого зависит то, как эти планеты стоят в нашем гороскопе личном, но при этом у нас сейчас будет уникальный шанс сделать себя более притягательными для противоположного пола. Поэтому, мои дорогие, надеваем на себя все лучшее сразу. Ну, конечно, не до такой степени, потому что Венера у нас находится в консервативном знаке Козерог, который не любит ничего излишнего и делает только то, что целесообразно и то, что подчеркивает стиль и индивидуальность. Но при этом весь противоположный пол все свое внимание будет направлять на тех, с кем можно было бы завязать роман. Ну, уж так работает этот аспект между соединениями между Марсом и Венерой. Поэтому, если вы сейчас находитесь в отношениях, то сейчас самое-самое время эти отношения взбодрить. Отправляйтесь куда-нибудь вместе, например, на романтический ужин, куда-нибудь в театр или в галерею, или просто на прогулку. Обязательно сделайте подарки. И сейчас на таком аспекте захочется сорить деньгами и показывать все свои финансовые возможности, особенно если они реально есть. Поэтому, пожалуйста, позвольте себе такие приятности. И принимайте подарки тоже с благодарностью и уважением, ведь ваш человек, который делает вам подарок, действительно хочет вас порадовать. И если вы это сделаете, то вам будут дарить много щедро и с удовольствием. Это первое. Второе. Можно сейчас и нужно говорить о своих чувствах и эмоциях, потому что вас готовы сейчас слышать, понимать и принимать, и делать все необходимое, чтобы ваши отношения развивались. Если же вы сейчас находитесь в поиске и в свободном полете, мои хорошие, сейчас самое время познакомиться. Сейчас этот аспект соединения Марса с Венерой усиливает вашу сексуальную привлекательность, а также буквально раскрывает ваш внутренний потенциал. Поэтому вы легко сразите стрелой Амура того человека, которому от стрела поряд назначалась. Поэтому максимально активничайте и будьте привлекательными, а также используйте аспекты знака Водолея. Сейчас напоминаю, солнце находится в знаке Водолея, а Водолей это нестандартный подход, высокие технологии. И как я вам рассказывала, в прогнозе на февраль месяц бегом, в том числе на разные форумы, сайты знакомств и используйте социальные сети. Сейчас можно будет легко познакомиться. Я думаю, что социальные сети сейчас будут переживать буквально бум популярности в течение всего февраль месяца благодаря этим аспектам. Затем у нас с вами наступает полнолуние. Полнолуние у нас придется на 16 февраля. 16 февраля это у нас с вами будет среда. Заранее до полнолуния, во вторник и день после полнолуния, четверг, будут немножечко напряженными. Поэтому будьте аккуратны и ни с кем старайтесь не ругаться. Полнолуние у нас будет по оси. Луна у нас будет в знаке Льва, а Солнце у нас будет в Водолее. Нам захочется распушить все свои перышки и показать всем, что мы самые необыкновенные, самые обаятельные и привлекательные. А очень важно в это полнолуние спросить себя, что вы сделали за предыдущий месяц, а также выписать на бумажку все обидки за предыдущий месяц и обязательно сожгите. Это очень важно, потому что аспекты сейчас определенным образом, чтобы не тащить на себе груз, ну, всяких неприятных эмоций. Дальше мы с вами двигаемся и в пятницу у нас с вами Солнышко переходит в заключительный знак нашего зодиакального круга. Это знак Рыбы, и туда переходит Юпитер. Боже мой, это прекрасное время для реализации разных возможностей и шансов. Пожалуйста, используйте его, потому что это уникальная возможность. Особенно для представителей водных и земных знаков зодиака. К водным знакам зодиака относятся Рак, Скорпион и Рыбы. А к земным знакам зодиака относятся Телец, Дева и Козерог. Вот эти шесть счастливчиков сейчас имеют все шансы на протяжении февраля и марта месяца собрать все сливки. Поэтому, пожалуйста, используйте их. Ну и, наконец, у нас с вами зеркальная дата, мои хорошие. Зеркальная дата у нас приходится на воскресенье. Она уникальна. Она в себе представляет шесть двоек. Но при том, что это еще будет 22-й лунный день, у нас целых восемь двоек. Давайте посчитаем. Двадцатая, два, ноль, да? Ноль второе, еще две двойки, еще двойка. Дальше у нас 20, 22. Это шесть двоек. Плюс прибавляем, 22-й лунный день. Восемь двоек у нас с вами сейчас. А это значит, что вопросы двойственности выбора и разных других вопросов коммуникации и партнерства для нас будут рулить. Помните, я говорила, что сейчас еще у нас Марс с Венера в соединении. А это про отношения и вообще про решение любых партнерских вопросов. Поэтому, мои дорогие, во-первых, посмотрите видео про зеркальную дату и что необходимо делать в эту зеркальную важнейшую дату в этом году. А во-вторых, мои хорошие, помните о том, что вы не единственные в этом мире и что вокруг вас окружают люди. И эти люди нуждаются в том, чтобы вы их тоже заметили и доказали, что они имеют право на собственное мнение и собственный голос. И если вы это сделаете, то эта неделя для вас будет благоприятна во всех отношениях. И соединяем всех влюбленных, мои хорошие. Я уверена, что даже если вы сейчас находитесь в поиске пары, февраль месяц даст вам такую возможность и вы обретете свою любовь. Хорошего вам недели. Субтитры создавал DimaTorzok